Всем привет! Сегодня мы будем продолжать работать с маской Nubo Sibota. В этом видео я ещё немножко её обработаю, затем покрою акриловым грунтом, который я купил только что. Затем... Затем покроем акриловой краской из баллончика для автомобилей, потому что... Просто так. И в завершении покроем моим любимым акриловым матовым лаком. Да, акриловым матовым лаком. Вот. Буду использовать, наверное, свой аппарат Dremel. Для этого всего кисточку грязную обязательно. И... Наждачку для скейтборга. Приступим. Начнем с обработки всех граней и дополнительной обработки поверхности маски. Пам-пам. Для этого я буду использовать аппарат под названием Dremel. С насадкой наждачной. С насадкой наждачной. Наждачной. Затем закрывайся. А-а-а-а! Затем фи grasp. О-о-о. Старким пациентом. Взрыв. Затем кисточку. Теперь, когда мы обработали края омазки, можно начинать убираться на столе и на полу. После уборки на столе и вокруг, можно приступать к нанесению грунта на маску. Продолжение следует... И вот я вышел в коридор. Теперь мы будем красить маску. Для этого нам понадобится огромная папка для очищения и формата А3, чтобы не запачкать пол. А то я уже его запачкал тут, когда красил с DMC5. Ну да ладно. Наложим маску. Маска вот-то получилась немножко правоватая, но я буду говорить, что это так и задумывалось, потому что он оба сайбы-то постоянно бьет по лицу и у него царапывается маска. Немножку штатива. Краску надо обязательно встряхнуть. Красить будем в два слоя. Один потоньше, а другой тоже тонкий. Но они друг на друга нормально сядут и будет плотный цвет. После того, как мы набрызгали краской, сопло у нас немножко замаралось, поэтому мы должны перевернуть вниз башкой и нажать и распылить. Пока не пойдет чистый воздух. Вот он у нас пошел. Теперь у нас тепло чисто и не забьется. Ништяк. Маска у нас получилась очень глянцевая. Попробую потом это исправить. Ну и видно, что здесь вот не прокрасилась. Будем сейчас пшикать вот с этой стороны. Давайте посмотрим, что получилось. В общем, да. Можно сказать, что цвет черный. Если видно, то здесь у нас некоторые перламутры получаются. То есть маска у нас черная перламутровая. Вот эти маленькие точки, вот это все блестит внутри. То есть, как они сделали на колпачке. Вот, блеск. По сути, он такой же и на маске. Но маска чуть-чуть темнее. Вот и все. Теперь хочу вот эти грани высветлить немножко серым цветом. Ну, вот здесь у нас серебро металлик. Краска. Акриловая. То есть у нас получается из баллона акрил. И как бы акрил на акрил. Нормас, короче. Вот. Будет цвет сравним вот с этим цветом. Немножко. А чем же я буду наносить краску? Я буду наносить ее губкой. Потому что кисточки мне уже надоели. Мы берем, отрываем вот эту волосатую часть. Потому что она нам будет мешать. Ну, я не знаю, можно, наверное... Зачем нам такой огромный кусок? Можно его обрезать. Чем? Нечем. Буду отрывать. Кстати, вот кому интересно структура акрила при высыхании. Он похож на такую резину. Ой, подсох немножко. Примерно с ним. Еще чуть-чуть. Ладно. Ладно. Ну, сюда. Безусинка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Так, теперь мы берём мой любимый акриловый матовый лак и покрываем им маску, чтобы защитить её от коррозии. КОНЕЦ Сейчас мы прикрепим мягкий королон, чтобы маска удобнее держалась на лице. КОНЕЦ Заклеим кончик резинки, чтобы она не распускалась при носке. Как здесь. Для того, чтобы хорошо приклеилось, намажем обе стороны склейки. КОНЕЦ Вот здесь вот цифра такой шершавенький полуматовый полуглянцевый слой. Вот здесь вот очень глянцевый слой. Здесь наблюдается какая-то фактура, я не стал вставлять туда никакую сетку, просто сделал какую-то фактуру. Ну, вот, кажется, что там какая-то сетка. Да и ладно, господи. Места много, чтобы пешать. Думаю, она мокнуть не должна из-за покрытия. Вот так вот. Сейчас пойду наделаю фоток у ванной в зеркало, в капюшоне и в шапке и прикреплю. Всем спасибо за просмотр. В следующих видео я планирую покрасить оставшейся черной краской из баллончика. некоторые части от своего автомобиля и сделать лодку, катер из машинки на пульте управления, из старой. Я думаю, есть много человек, у которого завалялась старая машинка на пульте управления, в которую давно сели батарейки и которую просто долго заряжать. Думаю, будет интересно. На самом деле, эта лодка уже работает и плавает, и все. Там пропеллер сделан, но я потом покажу. Но у нее нету... Ну, она построена на пенопласте. А я хотел бы сделать цельную платформу, как у катера. Было бы здорово. И gesagt, победила моя ответка. И вот, поэтому я вам дуна теперь не готова. Редактор субтитров. Зилучил одну размыграем.